Добрый день, дорогие друзья! Мы приглашаем вас на базу национальной сборной Эквадора в городе Кито, в городе, который расположен на высоте 2800 метров над уровнем моря. И вот в таких необычных условиях здесь сборная России молодежная будет свой повторный матч против сборной Эквадора проводить. Первая игра для команды Елены Медведь завершилась неудачно. 1-2. Россиянки проиграли, причем уступили в самом конце уже в компенсированное время, пропустив гол. И вот сегодня, конечно, наша национальная молодежная сборная хочет взять реванш за то поражение. 15 градусов в Кито, не жарко. Ну, тем более, что время еще утреннее. Восемь часов праздница. Этот матч начинается в 18.00 по Москве, но в 10 часов по местному времени, в 10 часов утра. Так что еще такие самые жаркие часы впереди. Ну и, наверное, жаркие часы нас ждут на футбольном поле. Две перестановки в стартовом составе Елена Медведь сделала по сравнению с первым матчем этой сборной. Ну а так тот костяк, который на поле выходил и в первой игре 12 июля, он и сегодня появляется. Локомотив сборной России в атаке. С первых минут этой встречи девушки наши все время у штрафной соперника. И вот дальний удар! И какой красивый гол! Елена Голик, «Зенит-Санкт-Петербург» его забивает на седьмой минуте встречи. Давайте смотреть повтор этого эпизода. Ну, во-первых, здесь передача, скидка Полины Павловой. Ну и потом удар издали из-за штрафной. Мяч летит в девятку по такой достаточно замысловатой траектории. Тут же пытается эквадорская команда ответить своей атакой. Не получается. Над уровнем моря, столица мира. Это, конечно, накладывает свой отпечаток. Между прочим, разделены на две группы по семь команд. Но потом вместе все собираются уже и борются за медали. Сборная России в атаке. Удар выше ворот проходит мяч. Но получается, что она начала атаку сборной России, которую продолжает в своей передаче Полина Павлова. Турнирная таблица, но там совсем небольшое преимущество у Лока. А вот у сборной России большое преимущество в этой встрече. И едва оно не заканчивается вторым забитым мячом. Эквадор. Участник финального турнира Чемпионата Мира до 17 лет. Финальный турнир в октябре в Доминикане. Капитан Валерия Лушникова. Неточный, без адреса. Передача. Корей даже это была попытка удара, но мяч через ворота перелетел. Собиралась она быть дизайнером интерьера после завершения своей футбольной карьеры. Но вот, все-таки выбрала футбол. Розыгрыш. А вот подача будет все-таки позже. После трех передач она следует. И даже это не подача, а передача низом. И подбор. Удар в створ. Один из первых в сегодняшней игре Доминик Арбулена пробила. Но мяч точно в руки Юлиани Обуховой прилетел. Никаких проблем. И он звучит. Елена Голик в самом начале матча точным дальним ударом отправляет мяч в сетку ворот Марии Родригес. Это пока единственный забитый мяч в первом тайме повторного товарищеского матча между сборными командами Эквадора и России. Молодежными сборными командами Эквадора и России здесь в Кито. Возвращаемся в Кито, столицу Эквадора. Город, который наряду с польским Краковом стал одним из первых в мире городов, который целиком получил статус объекта всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. А вот Эрика Лопес, пятый номер, появилась после перерыва. И атака Яслим Вальверде, покровительницы города Деви Марии на холме, поносили ее высота 30 метров и 11-метровый постамент. Но сейчас о футболе все-таки. Ну а что касается статистики этой встречи, то здесь счет первого тайма. 1-0 по-прежнему в пользу сборной России, но поменялась игра, конечно, после перерыва. Все время передача в штрафную. С правого фланга продолжает атаковать Эквадор. И это та самая Яслим Вальверде. Какой у нее момент. Да, 26-й номер сборной Эквадора. Вот эта девушка больше всего. И опасный момент. Итак, выход один на один. Положение вне игры. Нет, удар по воротам соперника Екатерина Сергеева. Хороший момент, хороший удар. Плотный мяч. Правда, в створ не попадает. Это Эвеленбургос там отборолась до конца. Теперь Чичиола. Передача, удар точнее. Аплодисменты звучат. Сдача, правда, не на ближнюю. Туда, в центр штрафной подбор за сборной Эквадора. Из глубины на Ими Камачо. Не успевает к этому мячу. А вот теперь положения вне игры нет. Не звучит свисток арбитра. И удар в ближний угол. На весь штрафной Обухова мяч забирает. Ну что же, видите, со сборной Сербии сыграли. Со сборной Узбекистана. Со сборной Эквадора. Все это команды разных футбольных школ. Какая! Атака и какой момент. В ближний угол. В ближний угол, угол вратаря. Ну это, конечно, ошибка. Счет этот немножко не соответствует тому, что на поле происходит. Батарева, Чертанова. Вот этот удар в ближний угол. И видно, с каким опозданием туда бросается вратарь сборной Эквадора. Дали пробить за происходящим на поле. Концовку дают, конечно, игроки сборной Эквадора довольно активно. И удар дальний. Ну вот и все. Звучит финальный свисток. Сборная России выигрывает повторный товарческий матч. Здесь у молодежной сборной команды Эквадора на базе Кито. На базе национальной команды этой страны. Со счетом 2-0. Большое спасибо за внимание. Меня зовут Павел Богданов. До новых встреч на футболе. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok